добрый день дорогие зрители вновь с вами мыльная пена новости у нас сегодня разнообразные какие-то новости скандальные какие-то печальные какие-то не сказать что смешные но забавные итак начнем с нюрки маркас ну она всегда была женщиной на язык острый за словом в карман никогда не лезла этих слов у нее много на любые так сказать вкусы ну не подвела она и на этот раз нюрка заявила что нинель кондэ которая покинула антрепризу за погордений вела себя по-свински она плохо обращалась танцорами гримерами и всей командой обеспечивающей функционирование спектакль ну нюрка язвительно заметила что у нинель негативное отношение вообще ко всему не у нее всегда плохое настроение она всегда капризна она всегда чем-то недовольна но не может человек так себя вести с людьми благодаря которым он блистал такой красивый на сцене а вот нинель может и это чистая правда потом нюрка сказала что может синьора думает что везде где она появляется ей под ноги лепестки роз должны слать если она так думать то она ошибается вести себя нужно по-человечески тогда все будет хорошо потому что она успела по собачиться не только с командой да не только с обслугой но еще и с некоторыми актерами ну вот андрес гарсия наконец поделился впечатлениями синьоры кондо причем так поделился что не оставил от убийственной конфетки камни на камни вообще когда она с ним связывался должно было подумать вот с кем связывается и чем это дело все вылезет он сказал из-за чего таки произошел конфликт оказывается когда андрес произносил свою реплику нинель громко разговаривала с другой актрисой на что андрес им заметил что разговаривает президент так зовут его герои ему лучше помолчать ну представьте себе идет сцена зале тишина на сцене тоже вдруг две кошелки стоят за кулисами и не что-то там обсуждать нормально тогда нинель ответила заслуженному актеру как он вырезался как на рынке а ее роль добавил он раз молчать и два тихо уже то хорошо что она на этой сцене вообще стоит а уж про остальное то и и помолчи ну а потом синьор гарсия сказал отпадную фразу о том что у нинель высокая степень глупости короче дурана и для работы это плохо может быть она так сказать и нормально в жизни в обычном для работы это нехорошо и кроме того она вообще не присутствовала на репетициях вообще манкирует своими обязанностями ну вот он в этой антрепризе уже три года она всего 15 дней надо вести себя скромнее что мы можем сказать по этому поводу наконец-то хоть кто-то начал говорить правду об этой замечательной женщине потому что когда она появлялась на экранах вся залитая слезами и рассказывала как ее все обижают но может конечно как-то и верили поначалу но сейчас наконец-то начинается другая полоса ну вот но у самого андреса как-то не все радужно в личной жизни он разводится с женой маргариты партильным прожили они вместе два года причиной развода стали постоянной сцены ревности которые маргарита устраивала мужу публично но люди которые близки к этому семейству говорят что в общем сцены эти были достаточно тягостно некрасивые как только она его видела в компании с какой-то женщиной она тут же начинала в общем орать кричать и один раз даже угрожала ему пистолетом сам дон андрес говорит что их отношения уже не склеишь это очень бесполезное занятие потому что между ними полностью отсутствует взаимопонимание ну мягко говоря у дом андреса характер не подарок надо сразу сказать в общем он конечно у нас ягодка еще та ежевишная но видимо действительно терпеть он уже больше не может поскольку если вот так тебе каждый день вообще по несколько раз надо не устраивать такие вот сцены то зачем собственно мучиться легче разойтись себастьян руле переживает довольно неприятные моменты в своей жизни но мало того что он остался без невесты была она там или нет тоже другой вопрос расстался ли нет тоже другой вопрос но вот то что бывшая жена подала на него в суд это совершенно точно суть в том что когда он был женат на сесилии галиано она подарила себастьяну очень дорогой автомобиль бмв последней марки сеп эту машину якобы подарила расселя рамбуле и когда сесилию видела что на ее подарки ездит ее соперница да еще и возит своих детей она в общем короче в ярости была но тут уже другой вопрос кто кого там бросил и кто кому соперница это отдельная так сказать история но тем не менее сесилия сказал чтобы машину ей отдали назад вот и все ну и вот судебное заседание во вторник первое было значит сам себастьян говорит о том что не может он эту машину отдать ее у него не ее у него нет уже он ее не то продал не то подарил там уже другой вопрос а и вообще это был подарок а подарки назад не возвращает но посмотрим сесилия стоит на своем и говорит что суд должен ее понять а прессе она заявила что в общем будет бороться до последнего не знаю делать конечно абсолютно бесперспективный безнадежно и в качестве пиара оно плохое что мы шо же ребята договориться то не можете вообще как-то оно не красит участников истории певица она и может не выйти замуж дело в том что ее свадьба которая была намечена на мае будущего года скорее всего будет отложена ну первым первая новость была о том что ее жених мануэль виласку попросил перенести свадьбу с мая на ноябрь потому что у него много дел он губернатор штата чапа сущим по рабочим так сказать причинам свадьба в мае ему как-то нет у него времени на это дело а вторая причина якобы та что он своей невесте изменял с какой-то из своих сотрудниц но так как он губернатор вокруг него там всяких баб свьются предостаточно поэтому только выбирать в третьих называют еще такую причину что семейство она и просто дышать не давала этой парочки они буквально там постоянно за ними везде ходили знаете как-то сицилийская родня да не дай бог они там за руку друг друга возьмут ли ой боже мой поцелуются вот но когда эта статья была опубликована тон буквально на следующий день она и это все опровергла что это ложь что она счастлива что они с женихом друг друга любят и она опубликовала вот такую вот замечательную фотографию ну знаете как если пресса уже в кого-то вцепилась то так просто она не отцепится значит оторвать ее можно будет только с мясом поэтому будем смотреть как будут развиваться развиваться события и если не дай бог журналисты чего-нибудь нароют такое что в общем подтверждает их теорию о том что свадьба не будет ну держись короче говоря она и ну вот а зато у нас очень приятное событие в жизни ларины роухас мы вам уже говорили что она сейчас у нас молодая мама что ее новорожденной дучки всего буквально несколько дней даже месяца нет она вся в заботах но теперь у нее еще одно событие счастливое в жизни приключилось она теперь еще и невеста ее жених испанец хорхе монфе сделал ее предложение сделано ей предложение торжественным при скоплении народа вот это был для нее сюрприз он коробочку с кольцом показал открыл там брульянты в общем ларина счастлива ну что мы можем сказать жизнь налаживается и все наконец-то становится на свои места ну и давно пора потому что сколько же можно вообще страдать и переживать глядишь и так сказать характер исправится потому что всякие там разные были моменты у нее в жизни вот и очень многие говорят что характер у ларины стервозный но сейчас причин для стервозности абсолютно нет живи и радуйся ну и последняя новость на сегодня точнее фото аргентинка луисана лапилата показала новорожденного ребенка вот смотрите какая симпатичная фотография ну вот на этой умилительной ноте мы с вами программу закончим подписывайтесь на наш канал до свидания ждем вас в следующих передачах по-другому в нем например